Обсудим вот такое положение экстренной медицины с Ириной Сысоенко, замглавы парламентского комитета по здравоохранению. Сегодня гость подробностей недели. Спасибо вам, Ирина, за это. Добрый вечер. Ирина, вот как вообще получилось, что скорую помощь довели вот до такой нищеты? Останние два года в государственном бюджете Украины нет никакой копейки на централизованное финансирование службы экстренной медической помощи. Эти из этих выдатков переклали на финансирование на регионы Украины. И если, например, в Киевской области, поруч с столицей, есть деньги, и в прошлом году самостоятельно из бюджета они хоть несколько автомобилей новых смогли придбать, то есть другие области Украины, которые не имеют такой финансовой возможности. Например, Тернопольская область, которую я нещодавно уведула. У них даже нет денег за то, чтобы выплачивать надбавки работникам экстренной медической помощи, которые должны быть за законом, за обеспеченными для бригад экстренной медической помощи. Ирина, давайте поговорим языком цифр. Вот в этом году какую сумму можно оценить вот это недофинансирование службы экстренной медической помощи, и какую сумму, ну хотя бы минимальную, да, нужно выделить экстренно, чтобы вывести службу из Комы? Время подготовки к государственному бюджету Украины я подавила поправку, как раз, которая относится экстренной медической помощи. Эта сумма сягает 5 миллиардов гривен. Для того, чтобы хоть минимально обеспечить и поднять из этих руин службы экстренной медической помощи в том состоянии, как оно есть сейчас, нужно хотя бы 3 миллиарда гривен, которые распределить между областями Украины и надать для того, чтобы закупить автомобили экстренной медической помощи. На то, чтобы надать финансы для выплаты надбавок для работников экстренной медической помощи. И это должно быть в приоритете для того, чтобы ремонтировать помещения, из которых по стелле течет вода, там, где безусловно перевдягаются и находятся работники экстренной медической помощи единых диспетчерских бригад областных. Это все должно быть безусловно действием Украины на уровне государственного бюджета Украины. И не можно основную программу, которая обеспечивает фундаментальное право каждого человека на сохранение жизни и здоровья, просто взять, скинуть из государственной ответственности и передать на регионы. Понятно, что там просто денег нет на экстренной медической помощи. Ну вот вы говорите, что нельзя сбрасывать с государственных плечей. Я пока несколько месяцев наблюдаю и вижу, что боретесь, по-моему, за спасение скорой помощи в этой стране только вы. Минздрав хоть чем-то занимается на сегодняшний день? Знаете, мне очень шкода, что Министерство охраны здоровья не смогло отстоять основную государственную программу, которая касается охраны здоровья. Поэтому, как раз мной подготовленный законопроект с возвращением к премьер-министру Украины. И я очень рада, что почти все народные депутаты, до которых я подходила и обратилась, 227 подписи народных депутатов Украины, всех политических сил, есть в поддержке экстренной медической помощи. И это должно быть подставой для негайного внесения законопроекта и голосования за эти изменения в государственный бюджет Украины. Ну, негайно, да, это могут быть подставами. А что, если нет? Вот наши Верховные Рады застряют и более нужные инициативы, согласитесь? Ну, по-перше, я хочу наголосить на том, что экстренная медичная допомога, в том числе, может в будь-який момент, знадобитесь и будь-якому народному депутату, который едет по автомобильным дорогам, и который может в будь-який момент потрапить в ДТП. И, в том числе, представителям уряда, потому что иногда можно просто не встигнуть долетить литоком до клиники Швейцарии або Німеччины, где все там звукли лікуваться. И также хочу наголосить, что я подала нещодавно законопроект, который относится того, чтобы отменить все эти финансовые гарантии на медичное обслуговывание пильговое для народных депутатов Украины. Чтобы они так же, когда голосуют и рассматривают государственный бюджет, чтобы они, в первую очередь, если они не думают за граждан, за своих выборцев, то хотя бы думали про себя и про своих близких. И то, что швидкая допомога, экстренная медичная допомога, может в будь-який момент стать основной для их родин, это мое быть как раз приоритет. Хорошо, наверное, это хороший стимул. Ирина, если резюмировать и, пожалуйста, коротко, вы вообще верите в то, что ситуацию в экстренной медицине можно еще спасти? Так, если в ближайшем время премьер-министр Украины и уряд почует то, что нужно найти 3 миллиарда гривен на экстренную медичную допомогу, то я впевнена в том, что ситуация может быть изменена. Если нет, то на номер 103 можно будет скоро не телефоновать, а нужно будет просто надать номер телефону урядовой горячей линии для всех пациентов Украины. Для того, чтобы все-таки те люди, которые принимают решения, понимали свою ответственность, и что все-таки происходит в нашей стране. Ира, ну что ж, терпение вам, благое дело, действительно, спасибо. Замглавы парламентского комитета Украины по здравоохранению Ирина Сысоенко была гостем подробностей недели. Продолжение следует... Продолжение следует...